Сотни людей по всему миру видели НЛО. Часто эти явления можно объяснить или опровергнуть. Смотрите, смотрите! Но четкие видеокадры, невероятные показания очевидцев, трех недавно произошедших случаев в Техасе, Массачусетсе и Индиане, легли в основу тщательного расследования, приведшего к интересным выводам. Эти люди что-то видели? Расследование паранормального. Налет НЛО. Ставинвиль, Техас. 8 января 2008 года. Бизнесмен и пилот-любитель Стив Эллен был за городом, когда заметил в небе что-то необычное. Я посмотрел на восток и увидел несколько огней, которые очень быстро двигались в нашу сторону. По словам Стива, огромные голубые, красные и белые огни летели строем на высокой скорости. Они остановились и зависли над зданием суда округа Ирот. Очень необычным было то, что эти огни двигались синхронно. В то же время, в 30 километрах к западу, в Дублине, Техас, констебр Ли Рой Гейтен наблюдал необычную активность летающих огней. Они будто бы были прикреплены к чему-то и походили на косяк рыбы, и погасли они одновременно с одинаковой скоростью. По свидетельству Стива Эллена, огни двигались в форме дуги, после чего выстроились в вертикальную линию. Секунды-две спустя они разделились на две группы, по семь мерцающих огней в каждой. И совершенно внезапно две группы огней исчезли. Есть и третий, заслуживающий доверия свидетель. Офицер полиции округа Ирот с более чем 20-летней выслугой, пожелавший остаться неизвестным. Я ехал через Стивенвиль по 377-й автостраде, салк-клуб, и обратил внимание на какое-то движение в воздухе около здания окружного суда. Он увидел крупный восьмигранный объект с яркими голубыми огнями, который висел над зданием. По свидетельству полицейского, объект был длиной около 180 и шириной около 120 метров. Он попытался направить на объект полицейский радар, чтобы оценить его скорость. Я поднял радар и включил его. Чтобы добиться захвата, исходящий луч должен оттолкнуться от твердой поверхности. И для того, чтобы оценить скорость исследуемого объекта, тот должен двигаться. Сигнал, отраженный от объекта, на который был направлен радар, возвращается к прибору. А результат был получен очень быстро. Полицейский рассказал, что по показаниям радара неопознанный объект двигался с неизменной скоростью 44 км в час, после чего он начал маневрировать. Он начал планировать под углом 45 градусов. Объект стал отдаляться на небольшой высоте и скрылся из поля зрения полицейского за деревом. Отдаляясь, он разогнался до 53 км в час, после чего исчез из поля досягаемости моего радара. А тем временем на восточной стороне Стивенвилля Стив Эллен наблюдал, как огни возвращаются из другой части города с двумя F-16 на хвосте. Самолеты определенно преследовали неопознанный объект, двигаясь тем же курсом и с той же скоростью. Казалось, будто они пытались не отстать или даже захватить его, но у них это не слишком получалось. На следующее утро Стив Эллен позвонил Анджеле Джойнер, репортеру местной Стивенвилльской газеты. По словам Стива Эллена, два самолета F-16 преследовали пролетевший над ним неопознанный объект, и вообще было много разговоров о действиях военных. Я начала обзванивать разные базы, чтобы хоть что-то выяснить. Анджела связалась с соседней военно-морской авиабазой ВМС в Форт-Уорте, бывшей авиационной базой ВВС Картсвилл, и поговорила с представителем службы по связям с общественностью. По его словам, в то время над этим районом не было F-16. Офицер службы по связям с общественностью предоставил Анджеле и остальным первую официальную версию объяснения странных огней. По заключению военных, огни представляли собой отражённые двух коммерческих авиалайнеров, пролетавших на большой высоте солнечные лучи. Ну, конечно, это был блеск от моего белоснежного зада. Разумеется, никаких самолётов на большой высоте не было и в помине. Никогда два F-16 не преследуют реактивные самолёты на высоте 300 метров над землёй. Сообщений о неопознанных объектах становилось всё больше. И теперь, когда национальные СМИ начали задавать вопросы, служба по связям с общественностью авиабазы ВМС дала другое объяснение. Недели две спустя был опубликован пресс-релиз следующего содержания. «Извините, произошла ошибка. В указанном районе с 18 до 20 часов 8 января действительно были 10 истребителей F-16». Противоположная версия военных, что F-16 действительно были в то время в том районе, где видели объект, вызвала новые вопросы и подозрения. Возникло всеобщее недовольство. Люди чувствовали, что от них что-то скрывают. Что же наблюдали очевидцы в округе Ирод? Просто F-16, солнечные блики от коммерческих авиалайнеров или что-то действительно необъяснимое? Министерство обороны запретило проводить интервью с пилотами F-16, размещенными на военно-морской базе ВМС в Порт-Ворд. При этом не было никаких фото или видеосвидетельств, подтверждающих показания очевидцев. Но спустя месяц констабль Гейтен раздобыл доказательства. В феврале они с женой Венди сфотографировали странный яркий свет над Стивен Виллем. Дело было примерно в половину десятого, десять. Мы ехали домой и увидели свет в небе. Я высунулась из окна и начала фотографировать. Фотографии Венди стали первыми изображениями необычных огней, которых многие видели над округом Ирод в прошлом месяце. Я была поражена увиденным цветами этого объекта. Он был красным, зелено, бело-голубым. Это потрясающее зрелище. Спустя несколько часов в ту же ночь констабль Гейтен, который патрулировал Стивен Вилль, тоже увидел неопознанный объект. Он включил встроенную камеру и начал снимать. Я не знаю, что это было. Не знаю, к чему оно было прикреплено. Судя по снятым кадрам, об этом ничего не скажешь. В последующей неделе специалист по радиолокации, проанализировав данные радиолокационной станции управления воздушным движением, заметил кое-что необычное. 8 января 2008 года десятки жителей Центрального Техаса, в том числе офицеры полиции, заметили необычные объекты, беспорядочно двигавшиеся по ночному небу. По заявлению местных военных, в ту ночь в небе были истребители, выполнявшие обычные учебные полёты. Но очевидцы отнеслись к официальной версии скептически. У многих возникло ощущение, что от них что-то скрывают. В отсутствии фотографий или видео, способных подтвердить сообщения от 8 января о неопознанном объекте, специалист по радиолокации Гленн Шульц просмотрел первичные данные Федерального управления гражданской авиации. Он написал запрос на получение данных той ночи с радиолокационных установок. Его задача — определить, было ли что-нибудь необычное в ночном небе. Шульц проанализировал данные радиолокаторов и сформировал куб воздушного пространства над Стивен-Виллен 150 на 150 километров, от Земли на высоту 12,5 тысяч метров. В пределах этого куба я проверил эхосигналы каждой антенны. Эхосигнал возникает, когда антенна радиолокационной станции обнаруживает что-то в небе. Проанализировав эхосигналы, Шульц проследил путь десяти истребителей F-16, находившихся по утверждению военных в указанном районе в то время. Шульц нашел подтверждение этой истории, но при этом, помимо означенных F-16, обнаружил в небе над Стивен-Виллем что-то еще — три неопознанных летающих объекта. Они летели без четко заданной траектории, беспорядочно. То есть эти неопознанные объекты двигались на довольно большой скорости, после чего останавливались и висели неподвижно в течение 10-30 секунд. Потом они внезапно снова начинали движение. И когда это происходило, иногда они разгонялись до несколько сот километров в час. Судя по проведенной Шульцом проверке записей Федерального управления гражданской авиации, скорость, место расположения и направление движения трех неопознанных летающих объектов соответствовало тому, что видел ту ночь Стив Эллен. Данные об эхосигналах показывают, что два объекта летели от здания окружного суда, а за третьим через несколько минут проследовали два F-16. По моему мнению, эти три объекта, летевшие в необычном порядке, их местонахождение в районе Стивенвилля и время ночи, в которое это происходило, свидетельствуют о том, что эти три неопознанных летающих объекта были как раз тем, что наблюдали очевидцы. Проведенный Шульцем анализ данных с радаров позволяет предположить, что F-16 были на учениях. Однако, судя по всему, когда истребители завершили тренировочный полет и направлялись на базу в Карсвелл-филд, они неожиданно разделились. Шесть проследовали по предписанному курсу по направлению к Карсвеллу, а четыре изменили курс, повернув на восток в 40-50 километрах от военной базы. После смены курса, F-16 оказались как раз в той области, где Стив Эллен заметил истребители, преследовавшие неопознанный летающий объект. Возникает вопрос, почему четыре самолета сменили курс? По одной из версий, пилоты просто лихачили. Не думаю, что это возможно. Скорее всего, они получили приказ от командования с Земли провести проверку в 40-50 километрах к востоку от Стивенвилля. Находки Шульца не получили официального подтверждения от военных. Спустя два месяца в 3000 километрах от Стивенвилля были замечены подобные явления. Саутвик, Массачусетс. 18 апреля 2008 года. Дэн Вьерно, музыкант, находился дома, в то время как его девушка заметила что-то из окна кухни. Минут через 10-15 она убедила меня выйти посмотреть. Нет, правда, выйди, взгляни на это. Выйдя на улицу, он увидел над горизонтом светящийся шар, переливающийся яркими цветами. Осмотрев небо, он увидел и другие яркие шары. Он схватил видеокамеру и начал снимать. Я начал снимать уже в самом конце, когда шар стал опускаться за горизонт. Соседка Дэна, Кэти Хаббард, тоже видела огни. Чем дольше мы смотрели, тем страшнее нам становилось. Мы беспокоились все сильнее, понимая, что все это вполне реально. Они двигались по небу неплавно. Вверх, вниз, вправо, влево, причем очень быстро. Кроме того, они много раз приближались друг к другу, но затем снова расходились. Четвертая очевидица, Кортни Лин Уилсон Мэрил, видела те же самые огни. Там были три огня, но далеко друг от друга. Один здесь, другой там, прямо за мной, а третий в том направлении. Огни в небе не производили никаких звуков, и нигде поблизости не было ни военных самолетов, ничего подобного. Кортни, профессиональный фотограф, навела камеру на самый яркий объект. Они были в треугольной формации? Да. Был ли в их движениях какой-то принцип? Да. Она установила камеру в режим кратковременных снимков, чтобы лучше уловить хаотичные движения огней. Я хотела определить, оставляют ли они во время движения световой след. Этот снимок отображает путь светящегося объекта за 15 секунд. Видно, как объект едва заметно движется вместе со звездами. Потом снижается, останавливается и снова движется. Остаются два хвоста, и потом маленькая звезда снижается. Мне сразу показалось, что это какой-то корабль, инопланетный или внеземной, либо военный, но совершенно точно рукотворный, то есть это не было природное явление. Как и в случае с техасским НЛО, данные радиолокационной станции управления воздушным движением могли помочь исследователям сформировать более четкое представление о том, что случилось в небе над Саутвиком. Но в ответ на запрос данных, полученных во время наблюдения, Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что у них нет записей об этом событии. Сходство фотографий, сделанных в Техасе и позднее в Массачусетске, привлекло внимание отставного пилота-истребителя и авиационного следователя Дэвида Кеннеди. Возможно ли, что жители двух отдаленных городов видели одно и то же? Это очень напоминает расположение огней, которые мы видели в Стивен-Вилле, Техас. И пульсирует оно так же, как в Стивен-Вильске. Затем Кеннеди стал искать любые подтверждения того, что свету можно было дать какое-то обычное рациональное объяснение. Это не похоже на посадочные огни самолета или какие-либо другие сигнализаторы или аэронавигационные огни. И при ограниченном обзоре цвета не похоже, что здесь есть подсвет цели, раскаленный магний, нет кратковременной инфракрасной ловушки. Честно говоря, ничего подобного я раньше не видел, я разговаривал с друзьями, спрашивал у них, может ли это быть что-то им знакомое. Они тоже ничем не смогли помочь. Согласно проведенному Кеннеди анализу, можно предположить, что огни, замеченные над Техасом, и те, что видели в Массачусетсе, могли быть одним и тем же объектом. Затем появились сообщения о третьем неопознанном объекте. Двумя днями ранее, 16 апреля 2008 года, в 1300 километрах от Саутвика, жители городка Кокома, штат Индиана, были поражены странными световыми формациями в ночном небе. Чуть позже раздался оглушительный грохот, который слышал весь город. В ту ночь сержант Ричард Фергюсон, шериф округа Хауарт, был на дежурстве неподалеку от Кокома. 16 апреля, начавшись как самый обычный спокойный день, в считанные минуты превратилось в полнейший хаос. Оно подлетело прямо к нашему окну. Смотри на небо, о боже! Оно прилетает над домом вон туда. Ночь была просто безумной. 9-1-1. Да, я уже звонила, я слышала. Что вы слышали? Мы уже направили к вам полицейских. Хорошо, спасибо. Служба экстренной помощи 9-1-1 округа Хауарт разрывалась от сотен звонков. Пока я ехал обратно к городу, мы получали все больше и больше сообщений о ярком светящемся объекте в небе и четырех разноцветных огнях вокруг него. Жители Кокома, вооружившись видеокамерами, снимали таинственные объекты. Вы видели? О боже, что это? Хэнк Болджер, отставной детектив округа Хауарт и ветеран ВВС, он находился дома, когда услышал грохот и выскочил на улицу. Болджер видел, как пять оранжевых огней выстроились в странную линию. Каждый из них отодвигался влево в момент появления нового. Они выстроились в ряд, вокруг которого я ничего не видел. Он не поднимался и не опускался, и потом он исчез в мгновение ока. Получая сообщения от диспетчеров службы 911, сержант Фергюсон предположил, что звонившие слышали столкновение в воздухе и взрыв. Он обратился в авиацию Национальной гвардии в аэропорте Форт Уэйна и спросил, не находились ли в воздухе того района их самолеты. Мне необходимо было точно узнать, что произошло. Но ребята из Национальной гвардии сказали, что наш город закрыт, что все самолеты были на земле и никто не летал. Через несколько минут после грохота Дастин Кронгхайт увидел то, что противоречило полученной шерифом Фергюсоном информации. Я обнаружил, что самолетов 14-16, возможно, реактивных, и летели они по той же дуговой траектории. После чего я обратил внимание на странный рисунок огней, освещавших небо. По словам Дастина, он видел яркие стробоскопические огни насыщенных цветов. Он их сфотографировал. Я обратил внимание, что большинство огней не отображались в моей камере. Они будто бы составляли радугу. Будто бы все было покрыто красными, голубыми, зелеными, лиловыми и всякими-всякими цветами, которых не увидишь в обычном ночном небе. На одной из фотографий Дастин поймал огни в той самой форме, которую он видел, как космический корабль-тарелку. Я сфотографировал округлую структуру, которая будто бы неподвижно висела в небе. Спустя несколько секунд диск исчез. Огни растворились, и небо снова стало чистым. Оставив после себя набор приводящих в замешательство фотографий, видеокадров и множество очевидцев, слышавших оглушительный раскат. 16 апреля 2008 года, запись звонка в службу 9-1-1. 9-1-1, мы слышали взрыв, у нас весь дом затрясся. Да-да, мы уже в курсе. Что могло произвести такой грохот? Достаточно громкий, чтобы сотрясти крыши и заставить дрожать стекла на площади нескольких квадратных километров. Сержант Фергюсон провел поиски, но не смог обнаружить места крушения. Кратер от удара или взрывную воронку. Возможно, такой звук шел от летящего со сверхзвуковой скоростью реактивного самолета в момент преодоления звукового барьера. А может, грохот имел естественное происхождение, например, от падения метеора. Выходим в предместье Кокома. Потрясающий день для полетов. Глен Минс, отставной пилот подразделения специального назначения ВВС, ищет какие-либо подтверждения того, причиной появления огней и взрыва над Кокома стал метеор. Если бы это был метеор, то он должен был быть довольно крупным, так как его слышали за два округа. Кроме того, если бы это был метеор, взорвавшийся в воздухе, то вокруг валялись бы обломки, были бы ямы в земле, пробоины в крышах, пробоины в машинах. Глен с пилотом проверили соседние поля на предмет повреждений. До сих пор мы не заметили ничего необычного. Не видно ни обломков, ни воронов в земле. Но тут Глен что-то увидел. Три, два, один. Воронка на три часа. Похоже, нашли. Да, точно. Диаметр примерно два с половиной, три метра. Глубина не меньше двух с половиной, возможно и больше, так как на дне воронки вода. Вернувшись на землю, Глен направляется к воронке, чтобы взглянуть поближе. Если кратер от удара метеора, то это научное открытие. Поговорив с местным фермером, мы выяснили, что у него прорвало дренажную трубу. К сожалению, причина появления воронки не метеорит и не какое-то другое небесное тело. Гипотеза о метеорите была подорвана. Если посмотреть на имеющиеся в этом деле доказательства, то мы не смогли найти ничего, что подтверждало бы теорию, что над Кокома взорвался метеор. Его находки имеют большое значение. В отсутствии воронки от удара вероятность того, что метеор преодолел звуковой барьер и создал грохот, очень мала. На следующий день 122-й истребительный авиаполк авиации Национальной гвардии Индианы сделал заявление. Один из его истребителей F-16 во время использования противоракетных огней по ошибке преодолел звуковой барьер над Кокома. Для сержанта Фергюсена это звучало подозрительно. Он вспомнил, что непосредственно после взрыва он общался со 122-м истребительным полком и ему сказали, что все самолеты на Земле. Запрос на дальнейшее разъяснение от истребительного полка был отклонен Пентагоном. Я не купился на ту теорию о самолете в том районе. Она не находила подтверждения. Может быть, они просто пытались что-то скрыть? Там не было никакого самолета. Ничего не могло прокатать так громко. Ничего, что могло бы объяснить происхождение того грохота, и поэтому это было так странно. Там не было никаких вспышек, которые я видел раньше. Но после спорного заявления истребительного полка появились новые видеоматериалы, которые могли подтвердить версию ВВС. Режиссер-любитель Джей Ти Паттербао заявил, что видел десятки странных огней в небе к северу от Кокома. Увидев это, я удивился, я не понял, что происходит. С одной стороны, немного испугался, но в то же время мне стало любопытно. Он загрузил изображение огней в свой компьютер и заметил кое-что странное. Я обратил внимание на вот этот мерцающий свет. Отключив выдержку, я увидел, что это был по меньшей мере объект с мерцающим светом. Отставной пилот F-18 ВМС США Дэвид Кеннеди проанализировал кадры, снятые Джем Тим. Перед нами классический пример последовательного выпуска инфракрасных ложных целей. Изображение становится ярче, все достаточно очевидно. Отчетливо видно, что вспышки идут от самолета. Это, без сомнения, военный учебный маневр. После этого Кеннеди сравнил кадры Джей Ти с видео, снятыми другими очевидцами в ту ночь. Эти кадры, сделанные мамой на обычную бытовую камеру в сторону запада от Кокома, штат Индиана, очень интересны. Я практически уверен, что это F-16, что он расходует устройство разового применения в условиях тактической подготовки в ходе боевых учений. По мнению Кеннеди, огни на этих двух видео происходит от F-16. Однако это не объясняет несколько других видео, свидетельства очевидцев и фотографии с изображением объектов в форме диска в небе над Кокома. И мог ли F-16 произвести такой звуковой удар? Это возможно, но во время тренировочных полетов пилотам F-16 запрещено летать со сверхзвуковой скоростью над населенными пунктами. Произвести звуковой удар в недопустимом районе очень серьезное нарушение авиационной дисциплины. Самолет, летящий со сверхзвуковой скоростью свыше 1200 км в час настолько сжимает воздух вокруг себя, что в дополнение к громкому звуковому удару формирует ударную волну. Эта волна способна сотрясать крыши, заставлять вибрировать стекла и повреждать строение. Звук был довольно громкий, все вокруг сотряслось, но после ничего не произошло, не пролетело никаких самолетов. Происхождение этого звука определить не представлялось возможным, поэтому все это было странным. Я испугалась, у меня весь дом худуном заходил, стекла дребезжали и я очень испугалась. Глен Минтс отставной пилот подразделения специального назначения ВВС. Мы находимся в самом эпицентре взрыва в Кокома. Пообщавшись с очевидцами и проведя тригонометрическую съемку, мы установили, что источник звука находился в воздухе. Глен подсчитал, что звукового удара находился в 8 километрах к югу-западу от Кокома. Эта область располагается в нескольких километрах и от зоны полетов военной авиации «Хилл Топ», единственных где истребителям F-16-122-го истребительного полка разрешено проводить учебные полеты на дозвуковой скорости. Глен с другими исследователями прочесали прилегающую область. Они поговорили с 33-мя местными жителями, живущими в пределах полутора километров от эпицентра звукового удара. Вы говорите, что услышали грохот и подумали, что это рухнул самолет. Да. По свидетельствам очевидцев, звук был в несколько раз громче, чем обычный сверхзвуковой хлопок F-16. F-16 при преодолении звукового барьера производит звуковой удар примерно в 140 децибел, что равнозначно ружейному выстрелу с близкого расстояния. Но очевидцы описывают грохот как оглушительный, настолько мощный, что тряслись крыши и едва не вылетали стекла. По словам одного свидетеля, он видел F-16 в момент происшествия, но девять других утверждают, что видели в небе странные огни. Данные радиолокационной станции управления воздушным движением показывают, что в момент взрыва над Кокома находились несколько F-16. Это подтверждает версию военных. Однако те же радары зафиксировали в воздушном пространстве неопознанный летающий объект, что доказывает утверждение очевидцев. По утверждению Дастера Кронгхайта, он видел несколько F-16, окруживших летающую тарелку перед тем, как она сорвалась с места на огромной скорости и исчезла. Возникает один важный вопрос. Что стало источником ударного звука, о котором говорят очевидцы и военные? F-16 или НЛО, который видел Дастин. Доктор Скотт Миллер, профессор, руководитель отделения аэрокосмической техники, государственного университета Вичиты и член Национального института авиации. Он провел эксперимент с телью установления Мокли, неопознанный объект в форме диска, произвести звуковой удар громче, чем F-16. Доктор Миллер с коллегами испытают две масштабные модели в сверхзвуковой аэродинамической трубе. F-16 такой же, как те, что входят в 122-й истребительный полк и объект в форме диска, похожий на тот, что Дастин Кромхайт сфотографировал в небе над Кокомо. Используя фотографирование теневым методом, эксперты смогут увидеть, как воздух различной плотности обтекает исследуемый объект. Доктор Миллер с коллегами смогут увидеть ударные волны от F-16 и дискового летательного аппарата в момент движения со скоростью вдвое превышающей скорость звука. Исследователи обратят внимание на размер ударной волны от каждого летательного аппарата. Тот, что произведет большую ударную волну и сдаст и более громкий сверхзвуковой хлопок. 5, 4, 3, 2, 1. Как видно при повторе, фотографирование Шлирен-методом четко улавливает ударную волну, производимую F-16 при полете со сверхзвуковой скоростью. Доктор Миллер с командой изучают результаты. Эти результаты были получены при испытаниях модели F-16. Что интересно, вы видите ударную волну, которая формируется в верхней части вертикальной поверхности. В результате они соединятся, и на Земле вы почувствуете две очень заметных ударных волны, которые пройдут через Землю. если бы вы находились под самолетом в момент полета, вы бы услышали воздействие и первой, и второй ударных волн. Из большой доли вероятности они были бы восприняты как единый звуковой удар, просто потому, что эти две волны идут непосредственно одна за другой. Теперь тарелка. 5, 4, 3, 2, 1. Вообще-то... Да нет, хорошо. Доктор Миллер анализирует снимки. Вот фотографии последних испытаний. Поток полностью прошел, в данном случае с возмущением 2,2. Наиболее мощная ударная волна та, что отходит от носа, есть и менее значительная, которая отходит от незначительной поверхности, расположенной наверху диска. Изучив две ударных волны, доктор Миллер делится своими соображениями. Глядя на Шлерен фотографии, сделанные для этих двух моделей, видно, что вот это произведет более громкий звуковой удар. Отчасти потому, что у нее больше объем. И если посмотреть на интенсивность ударных волн на Шлерен снимках, совершенно очевидно, что аппарат в форме диска производит волны большей интенсивности, большей мощности, носовой удар и хвостовой удар, и звук будет очень громким. При сверхзвуковых скоростях тарелка производит более мощную ударную волну, чем F-16. Согласно результатам, если бы F-16 и летательный аппарат в форме диска находились в одном и том же воздушном пространстве, второй бы произвел более громкий звуковой удар. Но исследователям не удалось обнаружить записи самого звукового удара над Кокома. И до тех пор, пока такие записи не будут найдены и проанализированы, результаты испытаний в аэродинамической трубе подтверждают вероятность того, что неопознанный летающий объект в форме диска мог стать причиной чрезвычайно громкого звукового удара над Кокома. Однако это не исключает вероятность того, что звуковой удар произвел F-16. Однако по многочисленным свидетельствам очевидцев F-16 звучит совсем по-другому. Кроме того, на многих фото и видео зафиксирован объект, не похожий ни на один из известных военных самолетов. Далее в программе. Специалист по авиационной фотографии пытается воспроизвести фотографии и видеокадры очевидцев. В начале 2008 года странные светящиеся огни и неопознанный летающий объект поставили в тупик множество очевидцев в Техасе, Массачусетсе и Индиане. Некоторые из них успели схватить камеры и сфотографировать быстро перемещающиеся объекты. Я заметил, что на всех фотографиях есть группы огней, растянутые вдоль объектива. Я пришла в себя и сообразила, что у меня при себе камера и начала снимать. Возможно ли, что запись чего-то обычного, вроде военного или коммерческого воздушного судна, дать необычные снимки? Чтобы ответить на эту загадку, Крейг Шмидтман, профессиональный авиафотограф, провел тест. Крейг собрал фотоаппараты тех же типов, что использовались очевидцами. И с выигрышной точки в международном аэропорту Лос-Анджелеса будет снимать приближающиеся и удаляющиеся самолеты. На каждом фотоаппарате он будет использовать различные настройки, чтобы попробовать воспроизвести таинственные огни и другие явления, попавшие в кадр очевидцам. Сегодня я снимаю полупрофессиональным цифровым однообъективным зеркальным фотоаппаратом, одной из ведущих марок с 8-мегапиксельным разрешением. То есть это почти идентично по характеристикам аппаратом, использованным в Техасе и Массачусетсе. Существенный фактор в эксперименте Крейга — скорость затвора. Чем дольше затвор фотоаппарата остается открытым, тем больше попадает света. Это очень важно при съемке объектов при незначительном освещении. Но чем дольше затвор остается открытым, тем больше быстро перемещающиеся объекты будут прочерчивать полосы в кадре. Чтобы сделать нечто подобное тем изображениям, которые мы видели в Техасе, я перепробовал все от половины секунды до четырех. Моей задачей было настроить систему формирования изображения для различных временных интервалов, чтобы получить более короткие или длинные полоски огней и попытаться получить радуги и вспышки и подобные необычные объекты, как мы видим на других снимках. В своей студии Крейг начал проводить анализ с фотографии, сделанной Уэнди Гейтон в Техасе. Этот снимок для меня загадка. По всему изображению мы видим радужный эффект, что привело меня к мысли, что либо источник менял цвет, либо здесь имеется искажение, причиненное какой-то другой силой, нам незнакомой. Крейг сравнивает ее фотографию со снимком коммерческого авиалайнера, который был сделан подобным аппаратом. Здесь нет ничего похожего на радугу, которую мы видим на снимке Уэнди из Техаса. Если здесь совершенно понятно, что это самолет, то об этом такого не скажешь. И хотя Крейг пробовал различные настройки, он не смог воспроизвести полупрозрачные радужные цвета на снимках Уэнди и Дастина из Индианы. То же самое. Мы нигде не видим подобного радужного эффекта, как на фотографиях Дастина. У нас есть штрих, почти такой же длины, но этот снимок ничуть не похож, на мой взгляд, на изображение, которое мы получили от Дастина. Далее Крейг исследует фотографию Кортни Лин Уилсон Мэрил из Массачусетса. Здесь мы видим оранжеватые, а скорее даже пурпурные зарево вокруг объекта. Есть легкий намек на зеленоватый цвет. Похоже, камера и объект не очень перемещались друг относительно друга, особенно учитывая продолжительность выдержки. Фотоаппарат Кортни Лин был установлен на штатив, и так как дерево на переднем плане остается неизменным ориентиром, Крейг может определить, что объект движется относительно закрепленной камеры. Следовательно, можно исключить, что на снимке звезда или уличный фонарь. Если бы это была искусственная вспышка, запущенная с земли или с самолета, то это было бы длинное пятно, черта по небу. Ничего подобного мы здесь не наблюдаем. Он сравнивает фотографию со снимком, который сделал в аэропорту. Мы не видим здесь каких-то очевидных световых, стробирующих импульсов. Ничего, что могло бы дать такой эффект. На снимке Кортни нет ничего, что указывало бы на то, что это самолет или вертолет. Ни одна из попыток воссоздать или развенчать фотографии очевидцев не удалось. Полупрозрачные радужные цвета и световые полосы очень любопытны. Он решает сосредоточиться на попытке воспроизвести видео, снятое констемблем Ли Роем Гейтеном в Техасе. Он использовал однокристальную цифровую видеокамеру, установленную на приборной доске патрульной машины, при помощи которой обычно ловят пьяных водителей, всяких гонщиков. Машина была припаркована, он просто отрегулировал целевую точку камеры и максимально приблизил изображение до 120 раз от нормы, используя возможности цифрового масштабирования камеры. И здесь мы видим некоторые странности, которые вполне обычны при приближении и масштабировании отдаленных объектов. Цвета расплываются, выходя за пределы самого объекта. Я не верю, что камеры способны хотя бы точно фокусироваться на отдаленном предмете, и отчасти поэтому мы наблюдаем очень большую перламутровую сферу на объекте. Крейг подводит итог. Эти снимки были получены во время наших экспериментов с любительской камерой. Опять же, цифровую камеру было очень сложно отрегулировать для съемки в условиях интенсивности приближающегося источника света на очень-очень темном фоне. как видите, получается очень расплывчатый светящийся шар. Думаю, можно с достаточной уверенностью сказать, что в кадр полицейского попал не самолет и не вертолет. Здесь нет стравирующих световых сигналов, нигде на видео полицейского не видно осветительных систем предупреждения столкновений, но на мой взгляд это не летающий объект в традиционном понимании. До эксперимента, если бы вы меня спросили, что на этих любительских снимках, я бы ответил, что скорее всего либо звезды, либо планеты. Эти люди что-то видели, здесь кроется какая-то тайна. И это очевидно. В 2008 году множество жителей трех разных штатов вышли ночью на улицу и стали свидетелями практически идентичного явления. Бизнесмены, домохозяйки, фотографы, отставные военные и даже офицеры полиции видели нечто необычное. Что-то, с чем не сталкивались прежде. Удивительное сходство их показаний, видео и фотографии позволяют предположить, что эти люди могли видеть один и тот же неопознанный летающий объект в небе над тремя разными штатами. В ходе экспертного анализа было выявлено, что некоторые объекты на видеокадрах очевидцев самые обычные самолеты. однако данные с радаров и фотографии, а также результаты испытаний в сверхзвуковой аэродинамической трубе указывают на возможность присутствия чего-то еще. У очевидцев накопилось много вопросов. Это не было звездой, это не было каким-то природным явлением. Выглядело очень механически, может быть, они пытались нам что-то сообщить, дать о себе знать. По моему личному убеждению, это было что-то внеземное. Хотелось бы только знать, что. Надеюсь, что правительство прольет какой-то свет для нас на этот вопрос. Жители Стивенвилля заслуживают знать, что над ними летает. Начинаешь осознавать, что мы, возможно, не одиноки во Вселенной. Интересно, кто или что это было? Может, они смотрели на меня так же, как я на них? Честно говоря, это довольно страшно. Мы всегда считали, что где-то во Вселенной живут другие люди, и нужно быть очень ограниченным, чтобы отвергать такую возможность. Но для исследователей поиск ответов на вопросы продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...